Знаете, что с клипкой? Но ужасно похоже. Лучшего подарка, чем взять свою девушку и повезти ее смотреть стихи в кино, ну ты не найдешь парень. Пожалуй, я буду первым, кто вам не ответит на этот вопрос. Это не было каким-то открытием, озарением. Никакого луча сверху ко мне не спускалось. После долгой паузы, в пять сезонов без новой работы. Говорят, много актеров, но нет лиц. Загон в персонажей бизнесменов, чекистов, гбшников. Сейчас стали вы с детьми говорить о своих чувствах? Сказать можно и нужно, но лучше подкреплять делами. Это то, без чего я, наверное, не смогу жить. Всем здравствуйте, это программа «Крупным планом». Меня зовут Инесса Буланкова. Каждую неделю мы с вами открываем новые грани известных людей. Сегодня наш гость – заслуженный артист России, актер Анатолий Белый. Анатолий, здравствуйте и спасибо большое за эту встречу. Здравствуйте. Мне очень понравилась ваша фраза, причем она была сказана довольно в таком юном возрасте. «Я никогда не стремился быть популярным, я хотел быть крепким артистом». Да. И вот когда такое отношение к делу, это и профессия уже звучит как инструмент. В вашем случае инструмент для чего? Ну, в моем случае моя профессия – инструмент моей же души. Шатая, спалясь через ноты, сгибающийся под ужасом Кюпитра, зачем-то крикнул «Боже!» Бросил с ветерянную шею! Знаете, что скрипка? Мы ужасно похожи. На сцене, в кадре, скрываясь за личиной другого персонажа, я могу выместить, высвободить, высказаться так, как в жизни, например, не смог бы. Вот, поэтому для меня это инструмент моего собственного душевного здоровья, скажем так. Вы не единожды уже упоминали в своих интервью, что в детстве вас хвалили мало. Здесь, наверное, многие мамочки со мной поспорят, да, возможно, даже психологи захотят со мной поспорить, что мужчина должен, мальчик должен воспитываться через преодоление препятствий, да, и, соответственно, там особо по голове гладить не нужно для того, чтобы он очень уверенно держался на ногах. Но вы сейчас, как многодетный отец, к чему больше склоняетесь? Нужно ли хвалить и сына, и дочь в одинаковой мере? И вот такой вопрос, и часто ли вы с детьми говорите о своих чувствах, о том, что вы любите, часто ли вы их хвалите? Начнем с того, что я маленький, и Максим, и Виктория маленькие, это две разные планеты. Человек очень изменился. И то, как воспитывали меня, то, каким был я, ну, если хотите, на генетическом уровне, это другая история. Сейчас дети действительно другие, действительно идет прогресс внутри, да, и не скажем, ну, да, прогресс. Я думаю, изменения человека, не знаю, на уровне хромосом, мне так кажется. Я, конечно, не генетик, но мне так кажется. И, по крайней мере, те инструменты, которые использовала моя мама и отец в воспитании меня, к ним уже никак не пригождаются, и не могут пригодиться, и неприемлемы. Я считаю, что все к лучшему, во-первых, потому что мама меня много не хвалила с отцом, и это хорошо. Превалировало женское общество, да, потому что папа много работал. И для того, чтобы быть, действительно, правильно, вы сказали, мужчиной, и в жизни потом, как бы, твердо стоять, вот эта такая спартанская история, когда тебе ставят планку, 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 и ты должен все время идти, как бы, не останавливаясь на похвалы. Я считаю, что в моем случае это было правильно и здорово, и воспитало как раз во мне, как бы, да, бойцовские какие-то качества внутренние, я имею в виду, не физические. Что касается моих детей, то, конечно же, у меня в этом смысле очень большая не то, что вам помощь, а я в помощь своей жене. Потому что моя жена, она очень тонко чувствующий, современный человек, и в психологии, и в воспитании, идущие в ногу со временем, ей просто это интересно. И гиппенрейтер, и все какие-то последние изыскания в области психологии, воспитания, она это все впитывает, ей это интересно. И в этом смысле мне очень повезло, мне вообще с ней повезло. Она меня во многом направляет, мои старые энергии, которые авторитарны где-то, ну, не хватает времени, срываешься, да, для того, чтобы тебя слушали, ты применяешь, как бы, сильный голос, при этом, конечно, становишься слабым. Вот, и так вот, этот баланс, да, чтобы не уйти в эти старые энергии, которые уже неприемлемы к нашим детям, она мне все время подкидывает разные вещи, как, что. И я ее слушаю в этом смысле, я ее слушаю очень, и мы с детьми много говорим о чувствах, и мы с детьми говорим только, ну, вот, если что-то происходит не так, то я стараюсь, у меня все время этот пункт сидит в голове, что мне нельзя сказать, там, обругать, ну, как бы, ну, поставить какую-то, там, да, вот, к человеку заслонку какую-то, да, и его напугать, и он все равно ничего не поймет, он только поймет, что это, ну, он не услышит меня прежде всего. Вот, а мне бы хотелось, чтобы все-таки мои дети меня слышали, поэтому я говорю о том, что я буду расстроен, если ты так сделаешь, мы с мамой, там, да, не сможем с тобой дружить, если ты не будешь честен с нами, или честным человеком, да. То есть, как бы, вот, именно, вы все правильно говорите, вы тоже продвинутый, видимо, человек в этом смысле, что с детьми надо говорить современным, детям маленьким надо говорить о своих чувствах, и только таким образом они, чик, они, пам, подключаются к тебе только через, только через чувства, только через это, да. Мне очень нравится то, что ваша семья периодически, так или иначе, фигурирует в благотворительных проектах, и вы вовлекаете детей. Конечно же, я считаю, это очень важно, я считаю, это очень важно, потому что, как вам сказать, зачастую мы, как бы, думаем, что это и так понятно, ну, нам, взрослым, это и так понятно. Ну, в детях, если это не культивировать, не воспитывать, да, то мне кажется, что они до конца не поймут, это все равно останется вот эта нотка равнодушия, да, как бы все равно какого-то, не то, что равнодушия, а отдаленности, да, то есть, как бы, это где-то там меня не касаются, там бедные дети, там болезни, там где-то, вот, а в разумных пределах приближай это к себе, и эти истории, это, да, эту тему, и говоря о том, что, ты понимаешь, у тебя все здорово, но вот есть кому, да, нехорошо, и у тебя это не займет много, это, это, это как почистить зубы, как дышишь, как, должно быть так же, так же, взял и помог, это в природе человек. Творчество очень часто сегодня, так или иначе, синтезируется, да, с благотворительностью, и вы, как никто другой об этом знаете, потому что сами участвовали в замечательном спектакле инклюзивном, прикасаемый, да, плюс ваш проект, о котором, ну, кстати, говорят действительно через один таблоид, да, это кинопоэзия, она ведь тоже создавалась в том числе для того, чтобы расширять эти рамки. В самом начале пути, в 2016 году, я говорю, понимаю, что это возможно, это соединение такое, мы для фонда соединения сделали ролик, у них тогда как раз короткий номер появился, смс для пожертвований, и мы сделали кинопоэзия с Аленой Капустьян, с их девушкой, которая помогает в фонд, где стихотворение Тютчева, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, за кадром читалось, а в кадре, да, была вот эта вот как бы очень коротко рассказанная история человека, который из потемок выходит в свет и обреваем тревогами, да, как бы он один и в полной темноте, и в пустоте, но к нему приходит вот эта помощь через тактильные, да, ощущения, и потом на дактиле, я, ну, я был вместе с ней в кадре, и стихотворение начиналось как бы закадровым текстом, а потом продолжалось еще и тем, что я его рассказывал на дактиле, ей в руку, и просто простая на самом деле очень история, сценарий очень простой, что как бы, да, вот человек выходит из тьмы в тревоге и получает помощь, и стихотворение как нельзя лучше, это смысл, суть это доносит не в простой лобовой форме, помоги, да, будь человеком, а в поэтической. И буквально год назад мы сотрудничали с Московским зоопарком, проект Кинопоэзия, сделали четыре фильма на стихи о животных с участием анимации и с участием четыре учредителя детских фонда, у нас было в кадре, четыре фильма, четыре учредителя, известные артисты Костя Хабинский, Ксения Рапопорт, да, Егор Беройев, Элиза Боярская. Вот мы сделали эти четыре фильма в кинопоэзии с мультиками, очень-очень такие, светлые прекрасные получились. И на основе этих фильмов 12 апреля у Терезы Дуровой на серпуховке в большом-большом зале, она нам отдала один день, тысячник, мы сделали концерт огромный, там музыканты наши друзья выступали, цирковые ребята номера показывали, режиссер придумал какой-то сценарий, тоже там девочка, которая идет. И эти фильмы были вплетены в это действие, мы собрали огромный зал и средства отдали в эти фонды. То есть это очень просто на самом деле, это просто. Вы, видимо, кинопоэзию возлагаете большие надежды, скептики пишут, что Анатолий Белый занялся делом не особо-то благодарным, да, и не сильно-то перспективным. Вы берете масштабно, вы хотите вплести это в систему образования. Я правильно понимаю? Ну, это моя мечта. Какие шаги уже предприняты? На каком этапе сейчас? Как живет кинопоэзия? Ну, наверное, я вас сейчас немножко расстрою, потому что кинопоэзия живет, так, уже хорошо, все спокойно. Мы живы, но какого-то бурного развития, которого я себе предполагал в 2016 году, когда начинали мы это дело, пока не происходит. Пока не происходит, у меня действительно на глазах были какие-то огромные розовые очки, видимо, потому что я думал, что эта идея, она довольно-таки бюджетна, это не очень затратная какая-то прям суперистория. И действительно, это очень современная интерпретация поэзии в сегодняшнем дне, когда одним кликом ты попадаешь в этот мир, и он в тебя попадает, и ты знакомишься с поэзией, не из книжек, которые там, ну, не хочешь ты читать. Да, на, смотри. Оркестр чужого смотрел, как выплакивалась скрипка, без слов, без такта. Только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? Вот, пожалуйста, один клик, три минуты, все. У тебя тебе рассказали о Маяковском, и ты сказал, да или нет, или, по крайней мере, точно в тебя что-то попало. Я думаю, что это заинтересует наши мины, Минкульт и Минобор, Министерство культуры и Министерство образования. Но нет, этого не произошло. Этого не произошло ни там, ни сям. И поэтому на сегодняшний день, я вам честно скажу, я не вижу пока что перспектив сотрудничества с государственными структурами. Их просто нет. Я возлагаю перспективы на этот проект сейчас больше как все-таки просветительский, да, как образовательный. Надеюсь, что когда-нибудь произойдет эти изменения, произойдут, да, и в обществе, и в людях, и в головах. И все-таки, ну, надеюсь, что как-то хотя бы факультативно это будет присутствовать. По крайней мере, если это сверху не прошло, то, может быть, это пройдет снизу, потому что сейчас очень многие, даже преподаватели вузов, пишут в проект о том, что мы хотели бы их использовать у себя на занятиях. Я говорю, пожалуйста. Я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже. Ну что с того, что я там был, в том грозном быть или не быть, я это все почти забыл, я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, война участвует во мне. И пламя вечного огня горит на скулах у меня. Сейчас в просветительскую сторону, в сторону кино, как кинопродукта, развитие идет намного больше. У нас был прокат весной этого года в 22 городах страны. Мы шли отдельным киносеансом, отдельным жанром. Ну, честно говоря, не люблю хвалиться, но, тем не менее, такого не было еще. Чтобы кинопоэзия как жанр показывалась в кинотеатрах отдельным сеансом, ну, не было еще. Это замечательный маркетинговый отдел «Формулы кино и синема парк» и онлайн кинотеатр «Окка». Вот этот холдинг. Они увидели нашу презентацию на кинотавре в Сочи. Вот была презентация проекта. И девушки заинтересовались, сказали, что вы это делаете. Мы сказали, что мы это делаем. Они сказали, что не хотите ли прокат? Мы говорили, давайте попробуем. И мы вот то, что у нас все фильмы, которые больше сорока, мы их объединили в тематические кинозборники. Получилось по хронологии «Золотой век», два по-серебряному и один современный. И вот четыре кинозборника, мы назвали это «Четыре идеальных свидания», четыре выходных в марте месяца. Все это как бы к восьмому марту привязали. Ну, такой вот придумали ход, что лучшего подарка, чем взять свою девушку и повезти и смотреть стихи в кино, ну, ты не найдешь парень. И идея моя следующая в этом направлении состоит в том, что у нас должен быть фестиваль поэтического кино. Ну, несомненно. Россия, мне кажется, для этого создана. Приветствую тебя, страна благословенна, страна обилия и всех земных богатств. Не вечно будешь ты в презрении забвенна, Не вечно для одних служить ты будешь пастой. Ну, вот интересно, в себе вы задатки большого режиссера видите или не ставите такие большие цели, и, будучи актером, считаете, что каждый мастер должен заниматься своим делом? Конечно же, да, каждый должен заниматься своим делом. Нет, я понимаю, что если я напрягся, я бы что-нибудь смог поставить в театре. Но каждый должен заниматься своим делом. Понимаете, это все равно профанация, как вам сказать, это все равно, ну, такой, высокий дилетантизм, скажем так, потому что режиссер — это другая субстанция, ну, другая. Ну, там мозг, самое главное, фантазия, мозг, структура там. Ну, я не режиссер по природе. Я все равно манки, как бы, все равно, да, то есть эмоция у меня превышает все остальное. Поэтому да, я мог бы, но зачем? Вам больше интересна работа в театре, нет? Не совсем так. В моем родном Московском художественном театре имени Чехова после долгой паузы в пять сезонов без новой работы у меня открылся крантик, что называется, в прошлом году. И этот сезон у меня действительно был очень театральный. Это не значит, что я ставлю кино на паузу, ну, просто так, из-за того, что у нас в сутках 24 часа, а в году 365 дней, и мы никуда от этого не денемся. У меня время много полностью ушло в театр. Я выпустил спектакли с Дмитрием Анатольевичем Крымовым, потрясающим, великолепным режиссером, с которым встреча для меня просто, ну, счастье какое-то творческое. Спектакль «Сережа» по мотивам, по Анне Карениной, да, по роману Толстого «Анна Каренина» и роли Алексея Каренина, и встреча с Крымовым в этой роли. Ну, это счастье. Это просто творческое счастье. Это просто полное штамм счастья. Это, ну, вот абсолютно мой театр, моя эстетика и купание, что называется. При том, что это действительно было очень трудно, не просто войти в его метод, в его систему координат. Вот. Потом случился Булгаков, Бек, в постановке Сергея Васильевича Женовача, первая постановка его как художественного руководителя. И вот весной была премьера. А сейчас идут репетиции в Театре наций у Вегени Витальевича Миронова, как приглашенный артист, репетировав пьесе «Дядя Ваня», Антона Павловича Чехова, в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга. То есть театр в этом году у меня прям, ух, закрутил меня. Вот. Я этому очень рад. Очень рад. Потому что, ну, как-то давно хотелось. И вот оно. Вот. Что касается кино, то сейчас я постепенно, да. Понимаете, какая штука? С кино такая вещь, что у меня изначально, в принципе, не было каких-то таких огромных работ в кино, таких мощных, больших, там, в большом кино. Ну, вот, пока не случилось. Вот. И в основном была какая-то телевизионная, сериальная история. Где-то очень плохая, где-то получше, где-то хорошая. Ну, на сегодняшний день просто я пытаюсь очень изменить парадигму свою в этом смысле. Потому что есть некий такой клишированный загон в персонажей бизнесменов, чекистов, ГБшников. Вот эта вся муть. И я из нее активно вырываюсь. Вот. С помощью своего агента просто-напросто не соглашаюсь на какие-то плоские роли, которые, если они приходят. Ну, просто мне очень не хочется уже тратить свое драгоценное время, которое я бы лучше потратил на детей, и театр, и семью, и кинопоэзию, чем сниматься в каком-то очередном сериале про, там, я не знаю, про бизнес. Мне очень понравилось, как Мария Миронова о вас сказала, да, человек с тонкой вибрацией и поэтическими ощущениями жизни, да. Вот я не могу вас не спросить, мне интересно, как вы ответите на этот вопрос, да. Что для вас любовь? И какое любимое произведение поэтическое у вас на эту тему? Да, это все просто. Для меня любовь это, как вам сказать, это то, без чего я, наверное, не смогу жить. Для меня это основа. Я не скажу смысл, да, как бы, потому что я не знаю. Но то, что это основа и, как бы, действительно, какой-то камень, на котором все, но я не смогу без нее. Просто я знаю, это мне необходимо. А проэтических произведений их много, я не смогу выделить одно. Я не смогу выделить одно, потому что каждый поэт рассказал об этом так уникально, каждый великий поэт, каждый хороший поэт, что так по-своему, что ты не можешь сказать, что вот это да, а вот это нет. Оно, это как калейдоскоп, знаете, вот огромный-огромный калейдоскоп. Поэтому любимого стишка на эту тему у меня нет. А с детьми, если мы говорим о детях, как им объяснить, как, или только своим примером, только показать, как им объяснить, что такое любовь? Я не знаю, как это можно объяснить. Нет, наверное, это можно и объяснить, но лучше показать. Я бы так сказал. Потому что слова неподкрепленные. Если человек будет слышать, что это любовь вот так, а в семье этого не будет, он же все равно верит, чувствует. Я вас любил, безмолвно, безнадежно, то пропастью, то ревностью томил. Я вас любил, так искренне, так нежно, так дай вам Бог, любимый быть другим. Оглядываясь на свою жизнь, могли бы вы сформулировать, за что больше всего вы благодарны Богу? Пожалуй, я буду первым, кто вам не ответит на этот вопрос. Шутка. Вот, наверное, за это ощущение невозможности жизни без любви. Вот, для меня это очень важная штука. Действительно. Если бы во мне этого не было, я не знаю, как бы я жил и выжил бы. Вот за это ощущение. Потому что оно, в общем-то, мне и дает силы жить. Спасибо вам большое. Замечательный разговор с вами. Я желаю вам и вашей прекрасной семье счастья, конечно же. Пусть все ваши близкие будут счастливы и здоровы, да? И спасибо за то, что детям прививаете очень правильные вещи. Взращиваете в них любовь к прекрасному, сострадание. Я тоже верю, что это все в нас есть изначально, но это необходимо как-то культивировать. Вот, поэтому, наверное, творческих вам сил, замечательных ролей. И пусть будет та самая экранная роль. Потому что, знаете, говорят, много актеров, но нет лиц. Не хватает лиц. Пусть появится та роль, которая вас действительно вдохновит и поможет высказаться с экрана. Спасибо вам большое. И вам всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok